Вопросы недопущения распространения коронавирусной инфекции в Кузнецке обсудили на встрече с руководящим составом города представителям предпринимательского сообщества. До присутствующих была доведена информация о введении на территории Пензенской области режима повышенной готовности. Озвучены основные условия нераспространения инфекции. Работодателям рекомендуется обеспечить при входе работы в организацию возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе с помощью установленных дозаторов, или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры. Контроль температуры тела работника при входе работника в организацию или на предприятие и в течение рабочего дня. С применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом. Различные термонты, в том числе бытовые, обычные. С обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания. Я уже говорил, повторю. Контроль вызова работников врача для оказания первичной медицинской помощи заболевшему на дому. Контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный срок 14 дней при возвращении их из трав, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции. Информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены, режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антицептиками. Руководители организации были ознакомлены с рекомендациями Управления Роспотребнадзора по Пензенской области в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции и превентивными мерами в сфере общественного питания и торговли. Кузнецк не находится в зоне риска, но следует неукоснительно выполнять требования и рекомендации санитарной службы и медицинских работников. Если кто-то прибыл из других стран, даже которые не входят в перечень указанных в постановлении Италии, Испания, Китай, Франция и так далее, Ирана, даже если не оттуда, нужно сообщить в Роспотребнадзор раз, и самоизолироваться два, и самоизолироваться должны и родственники, если кто-то прибыл к себе домой. Далее, за время самоизоляции, это 14 дней, 2 недели, если у кого-то из членов семьи возникает высокая температура, ну то есть повышается температура выше нормальной, то вы должны позвонить в поликлинику, в регистратуру поликлиники, которую относят по месту жительства, и сказать, что я прибыл, или мой родственник прибыл оттуда-то, я находился с такого-то по такое-то число, он прибыл такого-то числа, прошло столько-то дней, у кого-то из нас в семье, мы самоизолировались, у кого-то из нас в семье высокая температура. Поликлинику выйти не должны. Что касается коронавируса, особенности, у нас есть тест-система, врачи, потому что и коронавируса не было, на определение коронавируса. То есть мы берем мазок, это с системой определение. В достаточном количестве людей, подозрительных на коронавирус, высокой температуре, не обязательно, что он откуда-то приехал. То есть врач определяет, при необходимости мы исследуем наличие коронавируса. Это исследование длится несколько дней, оно не мгновенно определяется. Мы делаем тест, и результат будет через несколько дней. Это первое. Второе, у нас есть запас всех необходимых препаратов. Третье, у нас есть 25 аппаратов искусственной вентиляции легких. И последнее, если сотрудники скорой помощи при вызове на адрес подозревают, что здесь коронавирусная инфекция, то они пациентов везут не к нам в Кузнецкую международную больницу, а сразу в Пензу. Глава администрации Сергей Златогорский подчеркнул, что несмотря на то, что поводов перекрывать деловую активность в городе нет, должна быть всецелая готовность. Мы не застрахованы. Вместе с тем, здесь в основном руководители организации, предприятий. У нас пока ни поводов, ни оснований как-то резко перекрывать город на уровне полного тотального закрытия деловой активности нет. Естественно, те предписания, какие идут, мы выполняем. У нас объявлены досрочные каникулы в школах, как и во всей области. Мы выполняем решения эти. Мы прекратили проведение мероприятий в дворцах культуры, массовых спортивных соревнований. Мы все эти вещи выполняем и обязаны выполнять. Вместе с тем, деловую активность мы не... Пока у нас нет оснований ее сводить на ноль. Ваши предприятия, организации работают. Люди в магазины ходят, ограничений в этом плане нет. Транспорт ходит. И общественные по городу, и межпоселенческие, межмуниципальные поезда ходят. И так далее, и так далее, и так далее. И дай бог мы в таком режиме проработаем. Проработаем или нет, в значительной степени зависит от здесь сидящих. Так вот, наша задача на данный момент, сработать таким образом, чтобы до этого не довести. А для этого нужно элементарно каждому из вас на своем рабочем месте, в сфере своей ответственности. Организовать работу таким образом, чтобы минимизировать риски. При администрации города создана рабочая группа по организации координации мероприятий под предотвращением заноса и распространения коронавирусной инфекции. Организована работа горячей линии. Кузнечане, прибывшие из-за рубежа, незамедлительно должны сообщить об этом по указанным номерам телефонов. Кроме того, горожан призвали пользоваться только достоверной информацией, которая размещается на официальном сайте администрации города Кузнецка. Продолжение следует...